В Москве действует агент американской разведки по кличке Трианон. Поиск шпиона возглавляет генерал КГБ Константинов. Руководители ЦРУ, стремясь отвлечь внимание советской контрразведки от своего московского агента, разрабатывают план провокации против Андрея Зотова, работающего в Луисбурге. Реализует этот план Пилар. Она пытается убедить Зотова в том, что его бывшая жена Ольга Винтер работала на ЦРУ. Что, боясь разоблачения, она покончила с собой, и поэтому у Зотова есть только одна возможность уйти от советского суда, остаться на Западе. Зотов отвергает ее предложение, и тогда в его дом врываются полицейские. Они предъявляют ему заранее подброшенные предметы, изобличающие его как американского шпиона. Зотов пытается вырваться из рук провокаторов, и один из полицейских тяжело ранит его. В Москве контрразведчики устанавливают, что Ольга Винтер умерла не вследствие болезни, а была отравлена. В результате глубокого анализа многочисленных фактов, Константинов приходит к убеждению, что под кличкой Трианон действует Сергей Дубов, человек, ради которого Винтер оставила Зотова, и что убийство Ольги дело его рук. За Дубовым устанавливается наблюдение. Контрразведчики практически становятся свидетелями обмена информацией между Дубовым и его хозяевами в Парке Победы. Однако от задержания шпиона вынуждены отказаться в связи с неподготовленностью этой операции. Дубов получает инструкцию с очередным заданием ЦРУ. В Луисбурге Славин встречается с Глэбом Пилар и американским журналистом Полом Диком. В беседе внешне вполне дружеской, Славин дает Глэбу понять, что располагает весьма опасной для того информацией, в обмен на которую требует от Глэба освобождение Андрея Зотова. Тем временем операция по захвату Нагонии, которая в ЦРУ носит кодовое название «Факел», вступает в свою завершающую фазу. Ведется обработка международного общественного мнения. Завершается подготовка армии Агана к вторжению в Нагонию. Джон Глэб стремится любыми средствами ускорить начало факела. Между ним и Лоренсом, считающим, что операция еще не готова к реализации, происходит жесткая размовка. Лоренс убежден, что Глэб форсирует начало операции, преследуя личные и коммерческие интересы, обвиняет его в причастности к международной контрабанде наркотиков и использовании положения офицера ЦРУ в корыстных целях. Поняв, что Лоренс вооружен фактами, Глэб вынужден отступить перед ним. Но отступить только временно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА